теперь мы читаем следующее письмо и тут также многое зависит от сорта это все следующая письма у всех разная кора очень важное письмо кстати к примеру натер не абрикос живучий сеносеем с абрикоса у нас так ну про вещи мы поговорили пусть будет терн как по двое получается для надежности надо иметь два дерева одного сорта лучше бы 20 кстати вот одного сорта один привитый высоко на супер скелете чтобы не погибал от проблемы со штампом то есть видишь что тем более надежно как подручим абрикоса шедовер другое привитые внизу сформированный как слонить чтобы не погибал от мороза и был спрятан с него вот сгниет вот тут я не согласен вот если вы как снимала того что его надо на холл чтобы вот этот уровень снега был уже не метра а полметра а они не полметра а там 20 сантиметров вот это роль холма а вы видели что идет сформированный плане супер премьер 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 хода и вы спрашиваете у меня как вы считаете хороший такой способ если другие решения то есть то есть первый способ вырастить мощность скелет из тёрна вот но там неполно был лишь совместимость какой-то там что как и с вишней может быть лучше чем вишня но все таки нет и тут не очень и вот то есть получается человек пишет дальше у нас хорошие земли щебень вода никогда не стоит но сама повреждаются и взрослые деревья часто гибнут массовый за эту тут ребята чтобы повреждаются это не причина до повреждаются где массово гибнет кажется вы на урале вот но причина другом из-за чего штамба штамба повреждаются вот и так значит если вы живете на урале а нет полосы полосы еще такое упреждение по железному это значит что как бы вы иногда иногда раз кто-то пишет а у нас бывает если мы не занимаемся упреждением все прекрасно знают я приводил уже сотни примеров сразу же туда переезжают или хотя бы виде по дворю привязать сибирские они на самом деле сибирские вот допустим уссурийские ясно что это дальний восток правильно сибирь кидау сибири вот эти самая китайки из китая но родина китай и так далее но называю сибирскими потому что если на них проявлять если их совместить биологически то почему не жить туда тут у вас сам по волосе у вас на но я сейчас буду придерживаться уж простите меня это моя роль такая я называть учиться терпеть примеру вот причем я ценю вас как ваша наблюдательность но не всегда если растущие из поросли и стволы никогда не гибнут а сортовые посаженные на это место вечно снять болеть комедию начали придержусь нет такой болезни болеть комедию кометь это лечение дерева самим себя настолько эффективно что любое вмешательство найти возможность заменить кометь то есть вырезать ее заменить ее другими самыми лечебными из лечебных средствами это только приближать смерть дерева не болеть комедию а начинает лечиться комедия вот так не болеть наоборот на 100 градусов лечиться комедия и со временем погибают то есть а причина не это но сейчас мы поймем откуда высота сугробов бывает везде зимой прилично это все от висения разбухание плаги стволов это вопрос ну и это тоже в абрикос во всех говорят корни работает всегда если земля не промерзла излишне напивается влага и ствол перенасыщаясь дает вертикально точно как по итогу совершенно верно вот абрикосы большая это я бы можно заменить на шлифы натер это особая работа и на каждом месте кто-то должен заняться кто-то должен вырастить одно поколение на прививка на тёрни на шлиф второе поколение речь идет о это же это же о ваших условиях речь идет так просто не вырастишь абрикос да третье поколение вырастили на шлифы на тёрни привели а потом они так привыкают то что называют насыщение ментора по вечерину настроение ментора по железу и что мы получаем мы получаем столько уже родственников что теперь мы не боимся с одной стороны увлажнение вот то что он эти допился влаги вертикально трещины не боимся тёрн ему по барабану слева по барабану а биологически миссии мы будем иметь приличный урожай вот когда я говорю вишню вот одну нашли это дохлую дохлую одна она из десятков тысяч которая вдруг абрикос на вишни дошел до повышения несколько вот этих вот жалких этих а потом еще упал вот это есть проблема значит можно но эти работы надо заниматься профессионально значит кто-то из вас должен брать и находить такую возможность продолжать ее вот еще продолжать а потом в свою очередь начинать распространять уже саженцы у каждого человека с нуля вот как мой друг который эрик с этого самого с башкирии что же он хотел-то вот эти вот дерьмовая сорта выписать привить годы потерять да еще приживутся ли у меня то мы это на мои приживутся вот да еще получить лучшем случае некачественные фрукты и что получается это особая работа когда мы берем межвидовое делаем межвидовые гибриды да еще не сельцевые гибриды а гибриды вегетативные вот проблема но мы еще не закончим это разговор вот теперь назовите проблемой гибели штампов считайте назвал абрикосы я еще ниже буду абрикосы не терпят в данном случае влаги лишней влаги не терпит глубокий снег пути решения ваш зритель среднего поволжья теперь смотрите я еще немножко пробками сказал это допустим ошибка да вот сейчас меня зацепила не каждый бы заметил вишни растущие с порослей не гибнут сортовые посажены начинают болеть ну пусть это ошибка со временем погибает то есть смотрите берется я ниже покажу вишня она дала порцию метре-два откопали посадили растет даже не имеете где корневая шейка примерно так знаете как вот то что вроде под землей а это вроде бы сухое место значит над землей вот посадили растет и вдруг берется вишня а сортовая вишня откуда берется ну-ка давайте так правильно как правило они берутся из питомников если даже питомник настоящий не халтурный у сортовой вишни что есть у сортовой вишни есть там и у сортовой вишни есть корни сейчас я пониже покажу и у них есть внимание корневая шейка а где это корневая шейка а хрен его знает вот а я свидетель когда я был такие случаи я знаю у меня очень богатая так сказать практика и наблюдения вот тут я ничего не забываю я много чего забываю я забыл сколько раз женат был но это не помню это не помню а это помню на рынке подходит покупатель продавцу вот он торгует саженцами говорит а я слышал что саженцы надо закопать по прививку тут надувает человеку да правильно а еще я слышал что если закопать выше прививки то дерево еще и доплыть корни до кони и вот это вот дикость она распространилась на все не только сорта на все виды а мы сейчас начнем разбираться я не виноват это кто придумал я стрелять эту самую придумал эту перед ко мне правда с этой сползе пришло вот это вот абрикос за тёрни и вот это вот значит со временем погибают сортовая вишня откуда у него ну-ка смотрите глаза давайте подумаем вот он живет среднего где сортовая вишня в тех краях ну с косточки на будь сортовой чертова аж привитая будет будет а где вы видели привитую который бы среднем по лозже выращивали привитую вишню где вот смотришь фотографии вот такие вишни а фотографии с интернета смотришь я вам покажу потом ниже как я искал хоть один хоть один маточный сад хоть в одном питомнике